22 мая, в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Бари, рождественскую литургию в Нюкольском храме села Сидоровская возглавил благочинный Одинцовского церковного округа архимандрит Нестор. Ему сослужили настоятель храма протеерей Игорь Нагайцев и клирик священник Алексей Евстютин. Храм святителя Николая в Сидоровском, один из самых древних в Подмосковье. В 1648 году князь Волконский построил здесь, в своей усадьбе, деревянную шатровую церковь во имя Николая Чудотворца. Через 32 года его внук, князь Андрей Щербатов, перестраивает церковь в камни. 335-летию этого события также посвящена нынешняя литургия. В Отечественную войну 1812 года храм подвергся разорению и осквернению французской армии. Останки русских воинов теперь захоронены с алтарной стороны. После разорения в 20 веке история возрождения храма началась в 1991-м. Сегодня храмовый комплекс в Сидоровском один из самых красивых в благочине. За литургией пели сразу два хора. Участники детского – воспитанники воскресной школы и знаменитой православной гимназии «Светоч», куда из-за высокого качества обучения стремятся попасть даже из соседних районов. Ребята изучают школьную программу плюс закон Божий, знают историю своего храма. Нынешний учебный год ознаменован последним звонком для окончивших 9-й класс гимназии. Я считаю, что это исконно русские традиции, что наш народ должен поддерживать эти традиции, соблюдать как-то все-таки. Так что я считаю, что на это стоит уделять время. Вот рядом со школой, сзади школы находится дом. До сих пор живет как бы новомученика бабушка и считается место как бы святым очень. Он был старостой нашего Никольского храма, села Сидоровская. Потом в годы безбожного лихолетия, в 20-е или 30-е годы, его арестовали и замучили. И он прославлен велики новомучеников и исповедников российских. По окончании божественной литургии был совершен крестный ход вокруг храма. Архимандрит Нестор поздравил прихожан с престольным праздником, напомнив, что день перенесения мощей святителя Николая для греков – день скорби. Ведь Византия утратила мощи самого почитаемого в мире святого – заступника и покровителя. Всегда в жизни мы должны во всем видеть промыслительную руку Бога нашего. То, что мы не предвидим, Он предвидит. То, что мы не понимаем свой слой, Он знает. У греков – это день скорби, чтобы крестоносцы вылезли святителя Николая. Ну а представьте себе, что было бы, если бы они не вывезли эти мощи в Италию. Сколько веков греки были под турецким идом. И что бы было с мощами, если бы их бодрые не вывезли. Их бы не было. По окончании визита в село Сидоровское благочинное Одинцовского церковного округа архимандрит Нестор в сопровождении настоятеля храма священника Игоря Нагайцева посетили строящийся Михаило-Архангельский храм в городе Краснознаменске. Вместе с главой города Михаилом Сапуновым они обсудили ход строительных и отделочных работ, которые идут, к слову, приличными темпами и не за горами. Дата освящения нового величественного символа соседнего Краснознаменска. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние для телекомпании Одинцова.